Глава двадцать девятая. На перегонки с совершенством. Часть вторая. Я очнулась лежа на старой, затхлой койке в хижине Каламити. Вельвет Ремеди лежал на полу, тяжело дыша, вся в поту. Сам Каламити возвышался надо мной, затемненный светом, что шел из окна над верстаком позади него. — Что случилось, Литл Пип? — Где? Я заморгала, оглядываясь по сторонам. — Что? — На верх ты добралась нормально, — сказал Каламити. Я видел это, но когда мы почти поднялись, ты вдруг завизжала, дергаясь, как будто в огне горишь, и сбросилась с крыльца. — Я упала? Мои глаза округлились, я обернулась, смотря по сторонам, дверь в хижину была открыта. Я моргнула, потому что передо мной проплыл образ черной книги. Больше всего это напоминает момент, когда, посмотрев на яркий источник света, быстро отворачиваешься, и перед глазами появляется объект похожей формы. Однако на моей памяти посещение чьих-то воспоминаний подобного эффекта не вызывало. Я поморгала, чтобы избавиться от образа этой книги, я видела крыльцо, на котором я лежала. Шара памяти нигде не было видно. — Да, чтоб тебя! Упала! — резко ответил Каламити. — А мы тут веселились, пытаясь тебя угомонить, даже после того, как ты ослабла. Мы чуть не умерли от переживаний, что за херня здесь вообще произошла? — Я! — начала была я, посмотрев снова на пустое крыльцо. Мне инстинктивно захотелось соврать, но, пожалуй, никакая ложь не смогла бы положить конец переживаниям моих друзей. Я совершил ошибку. Пока ждал о вас, дотронулась до шара памяти. Но он оказался поврежден. — Чего? — вскрикнул Каламити. — На крыльце? — Литл Пип, да я тебя еле поймал! Я отпрянула назад, уставившись на своего друга Пегаса. Мои копыта начали сталкивать простыню с койки, когда спина моя уперлась в стену. — Знаешь, это непросто лететь, пока держишь пони. А уж когда их две, и одна из них лягается и кричит, будто ее изнутри пожирают, набросился на меня Каламити, сразу же в памяти всплыло воспоминание о неприятных кошмарах с параспрайтами. — Ты чуть всех нас не угробила! Вельвет пришлось использовать магию, чтобы тебя удержать. А я тебе напомню, что в этом заклинании еды тебе далеко! Я взволнованно взглянул на Вельвет. Она была слишком утомлена, чтобы ответить тем же. — Ты же не думаешь, что после всего, чем мы пережили прошлой ночью, мы заслуживаем того, чтобы ты нас всех до смерти напугала, будто умираешь от чего-то в дыме! О, богини! Тяжесть моего безумного поступка обрушилась на меня. Меня бросила в дрожь. Боль моего стыда и справедливая злость Каламити прорвали шлюзы, и внезапно нахлынувший эмоциональный потоп того, что я пережила за предыдущие несколько дней, начал поглощать меня. Уже срабство в Филидельфе, яма, угроза хаммейдж, резня в столе два, моя мама! — Прости! — крикнула я в ответ, разрыдавшись. — Я облажалась! Это было ужасно! Прости! — В точку летал пип! — сердито прорвачал Каламити. — Твой любопытство тебя скоро заведет в могилу, и нас-то заберешь с собой! — Прости! Каламити фыркнул сердито, смотря на рыдающую меня. В литре меди вздрогнула пыхтя, поднялась на ноги и подошла ко мне, болезненно растянувшись на кровати. — Ладно! — твердо сказал Каламити. — Основополагающее правило! С этого момента ты играешь с теми штуками только тогда, когда ты на земле и в безопасности от сражений. И только если хотя бы один из нас следит за тобой! Заложив закон, Каламити позволил себе чуть смягчиться. Он, наконец, осознал свое собственное изнеможение. Пегас нежно обернул меня крылом. Они оба оставались со мной, пока не утихла буря. — Теперь вставай, литл пип! — наконец сказал Каламити, подталкивая мне крылом. — Ты так будешь смотреть на тот сейф в полу или нет? Я кивнула, хотя это был первый раз, когда я правда не хотела удовлетворить свою тягу к неизведанному. Я медленно соскользнула с кровати и посмотрела на пол под ней. На сейфе был, в общем-то, не очень сложный замок. Даже находясь в состоянии ненамогания, я смогла бы легко его открыть с инструментами или без. Сейф щелкнул. Среди сгнивших остатков целой сидельной сумки личных вещей один предмет остался блестящим и нетронутым временем. Статуэтка Рейнбудэш. Она стояла в величественной позе с расправленными крыльями и усмешкой на мордочке. — Вперед, — мягко сказал Каламити, — бери. Я знаю, ты любишь собирать эти безделушки. — Но разве ты сам не хочешь ее? — спросил я удивленно. — У меня уже выжжена ее кьюти-марка на боках. Думаю, она и так со мной. Я кивнула, затем осторожно выпустила свою магию, внезапно ощутив толчок в тот момент, когда она коснулась статуэтки. Мне стало лучше. Я почувствовал себя так, будто могла стать лучше, чем раньше. Могла сделать все. Чувствовала себя более ловкой, более грациозной и даже больше. Я стал одним словом гораздо круче. Надпись на основании статуэтки была такой, какой только и можно было ожидать от Рейнбудэш. — Быть потрясной! Каламити вышел из своей лачуги в странный красно-оранжевый воздух. Он был облачен в жуткий черный панцирь своей старой брониан-клаб. Концы его четырех винтовок прибой зловеще поблескивали. Он проверил свои крылья и скорпионий хвост. Потом он опустил голову и сорвал копытом шлем. Он взглянул обратно вверх, позволив дымному ветру трепать его оранжевую гриву. Каламити выглядел странно без своей шляпы. — Сбудьте! — фыркнул он, топнув. — И не буду ходить в таком виде! Он повернулся и вбежал обратно в лачугу. — Пущай меня, лучше подстрелят! Ему потребовалось меньше минуты, чтобы скинуть броню. Велюэт Ремеди обернул ее магией, убедившись, что заодно подобрала и шлем с крыльца и сказала. — Что ж, по крайней мере, можно взять ее с собой. Ты можешь передумать, когда увидишь войска красного глаза, окружившие башню Тенпони. — Ладно, — проворчал он, — не забрал все, что хотел. Давайте уж пойдем! Я приостановился. — Каламити, знаю, ты надеешься продать эту кучу оружия роботорговцев в башне Тенпони, но я подумаю, что мы должны отдать его Дидзиду. Знаешь, как благодарность за то, что она сделала для Стрела-2. Вильветри мне заржала. — Вряд ли ей будет нужен такой подарок, Литл Пип. Скорее, он даже причинит ей боль, напоминая о том, что с ней сделали роботорговцы. Я нахмурилась морщась. Кроме того, ты правда хочешь прямо сейчас дать новой Эплузе еще больше оружия? Признаться, я и правда не хотела. Потом Вильветри Меди посмотрел на Каламити. — Ты знаешь, что любит Дидзиду? — Соглашусь, Литл Пип. Нам правда нужно ей что-нибудь подарить в знак благодарности. — Ну, — Каламити подумал, — она любит маффины. Вильвет выглядела шокированной. — Гули вообще могут есть? — Вообще-то им не обязательно, но они могут. Я улыбнулась. У нас были Хаммейч и Ксенит. Они были лучшими поварами в Экоистрийской пустоши. Большую часть пути я старалась не думать о том, что случилось ранее. Я знала, что если бы начала, то обязательно бы заплакала снова. Вместо этого я попыталась сфокусироваться на разговорах между отступниками, но они углубились во внутреннюю политику стальных рейнджеров, и мое внимание поплыло. Рыцарь Строубери Лемонейт сидела рядом со мной, звонко выделяясь в разговорах старших товарищей при каждой возможности. — Строубери, клубничка, — подумала я. — Звучит аппетитненько. Застонав, я удержала себя, пока мое воображение не зашло слишком далеко. Мне нужна была Хаммейч. Я посмотрела за борт пассажирского фургона. Сумерки нависали над всей пустошью, когда мы подлетали к Фетлоку. Внизу я заметила в большинстве своем рухнувшие руины того первого домика, но там уже не было того блуждающего торговца и его механической совы. Когда мы достигли Фетлока, я заметила бледный столб дыма, идущий из люка, ведущего к стилу 29. Еще больше дыма поднималось из-под решеток канализации, однако звуков битвы слышно не было. — Это или очень хорошо, — сказал Стил Хувс, — или очень плохо. Когда мы подобрались ближе, из тени вышел стальной рейнджер. Потом была вспышка света. Я пригнулась, ожидая столкновения. Но это было не оружие. Это был сигнальный фонарь. — Хвала, Пелджек! — Кажется, я услышал обормотание Стил Хувса. Это были хорошие новости. Я выдохнул с облегчением. Эквестрийская пустошь дала нам передышку как раз вовремя. Удача сопутствовала нам, пока мы скользили во тьме к руинам Мейнхэттена. По мере приближения к вершине башни Тенпони, я могла различить огни рядов палаточных лагерей Красного Глаза внизу, окружающих башню с земли и освещающих линию Селестии. Они занимали всю поверхность станции четырех звезд. Грифоны под рулями летали вокруг башни, но летали низко, высматривая наземные цели. Я вдруг поняла, что Красный Глаз не знает о небесном бандите. Он, конечно же, знал, что с нами был Пегас, а значит, мог бы предположить наличие у нас более быстрого вида транспорта. Но отвергать возможность нашего пешего похода он тоже не мог. И если бы это было так, то мы едва ли сюда добрались, двигаясь напрямик из Филадельфии в Мейнхэттен. У нас имелось время. И у нас была проблема. На крыше башни Тенпони стояла оликорн. Щит она не поднимала, чтобы лучше выслеживать всяких там приближающихся литл пип. Я могла бы застрелить ее. Зебринская винтовка с глушителем идеально подходила для этой цели. Но как только она умрет, все оликорны неподалеку узнают об этом. И Красный Глаз, скорее всего, тоже. Пассажирский фургон сильно накренился. «Во дерьмо!» Восликнул Каламити, когда мы начали снижаться, покидая облака. Спарк батареи сели, а наш несчастный Пегас был слишком измучен, чтобы осилить внезапную перемену в весе. Он чуть сознание от напряжения не потерял. Мы камнем начали падать вниз. Я отчаянно сконцентрировалась на оборачивании небесного бандита своей магией. Если я смогла тянуть себя через воздух, может быть, смогла бы и замедлить, или даже прекратить падение. Мой рог ярко вспыхнул. Нагрузка резко ударила меня, словно электричество, подкашивая ноги и напоминая о том, что я не спала больше суток. Мы продолжали падать. Я напряглась, задыхаясь и дрожа всем телом. А слепительный свет вырвался из моего рога. С его кончика начали стрелять искры. Свечение вокруг небесного бандита засияло. Мы падали к патрульной линии грифонов, и свет от бандита привлек одного из них. Грифон повернулся к нам и, достав свою снайперскую винтовку, выстрелил. Теперь все узнают, что мы здесь. Но я не могла отвлекаться на это. Я вкладывала все свои силы, чтобы замедлить наше падение. Мой рог охватил второй слой свечения. От него начали исходить лучи света. Мы начали замедляться. — Вот хрен! — слабо проворщал Каламити, повиснув на упряжи, когда оликорн сорвалась с крыши и, паря на крыльях, устремилась к нам с поднятым щитом. Я вскрикнула, черпая откуда-то мощь, которой у меня не было. — Будь сильный! Будь непоколебимой! Будь потрясной! Мой рог разразился третьим слоем сияния. Небесный бандит резко остановился, зависнув в воздухе. Потом мы начали подниматься. Аликорн так и замерла с широко открытыми глазами. Ее рог начал искриться электрическими разрядами, готовясь запустить в нас молнию. Грифон снова пальнул в нас, и на этот раз пуля оставила маленькую дырку в крыше. Он начал было перезаряжаться, но его поглотил зеленый огонь. Пейерлайт радостно вскрикнула и ринулась вслед за нами. Вельветри меди охватила небесный бандит своим магическим щитом, и хотя первая же молния расколола его в дребезги, и цель свою он выполнил, уберег нас от удара. Часть моего разума осознала, что шок от попадания молнии привел бы к потере мною концентрации и, как следствие, нашей неизбежной смерти. А ликорн поднималась выше-назад крыши, сохраняя почительную дистанцию между собой и нами, а ее рог снова начал искриться разрядами. Пейерлайт приземлилась рядом с Вельвет, переполненная чувством гордости. Ксенит разбила еще один сосуд об пол и потопталась на нем, и как только вторая молния полетела в нас, схватила меня за гриву и забросила на свою спину. Мощный электрический разряд попал в небесный бандит, поражая током все, что прикасалось к его металлическому каркасу. Тоненько взвизнув, Вельвет рухнул на пол. Пейерлайт также пронзительно крикнув, свалилась со скамейки. Ксенит и я остались невредимы, защищенные ее изоляционным зельем. Мы продолжили подниматься. Да и не могли мы делать что-либо другое. А ликорн приземлилась обратно на край крыши. Магические частицы начали образовывать кольцо вокруг нее, преобразуя в жуткие стреловидные снаряды. Откуда-то с крыши по а ликорну ударил луч космической энергии, моментально пробив щит и прятавшегося за ним монстра насквозь. Щит разорвало изнутри, подобно лопнувшему мыльному пузырю, тогда как ликорн рассыпалась переливающейся лунного цвета пылью. Я левитировала небесный бандит на крышу. Хаммейдж ждала нас там. Оружие звезд плавало рядом с ней. Только увидев меня, она бросилась галопом в пассажирский фургон и заключила в объятие. Хаммейдж! Я почувствовала ее запах, ощущала ее мягкую шерстку и теплое ее тело. Я расслабилась в ее объятиях и начала плакать. — Зебра! — счастливо завяжала Хаммейдж. Ксенит съежилась, когда та предложила ей копыта. — Она не любит прикосновения, — сказала ей сексуальной серой единорожке. Хаммейдж упустила копыта и кивнула. — А ты кто такая будешь? — спросила зебра, зачем последовали взаимные представления. Меня поразило вдохновение. — Хаммейдж, не могла бы ты позволить... Я прервалась. — Не могла ли ты попросить диджея Понтри, чтобы Ксенит смогла провести некоторое время в Сэр? Хаммейдж и Ксенит посмотрели на меня с любопытством. — Пожалуйста, — попросила я Хаммейдж. — Я думаю, это можно организовать, — сказала Хаммейдж доверчиво. Я повернулась к моей подруге Зебри. — У диджея Понтри есть камеры по всей Квистрийской пустоши. Может быть, одна из них не видела твою дочь или ее племя? Глаза зебры округлились. Я увидела в них проблеск надежды. Хаммейдж улыбнулась. — Да, конечно. Уверен, я смогу болтать диджея Понтри, позволить тебе взглянуть на некоторые из архивных данных. Я покажу тебе, как это сделать, и после этого отлучусь. Она слегка покраснела. — Мы с Литл Пип будем заняты, но будем недалеко. — Она любит порку и бандаж, — заговорщически сообщила Вельвет театральным шепотом. — Я выпучилась на нее, мгновенно покраснев. — Это неправда! — Хаммейдж подняла бровь. — Вы двое говорите о любви к бандажу и порке? — спросила она невинно. — Нет, я имею в виду... Да, но... — О-о-о! — притворилась Хаммейдж, что поняла. — То есть вы говорили о том, что Вельвет любит бандаж? — Нет, я... Но... Вот дерьмо! — Так это ты любишь! — Хаммейдж очень широко улыбалась. Я сдалась, повесив голову и приняв свою обреченность. Я сузила глаза и шепнула угольно-черной кобыли. — Все то время, что я мечтала о тебе? Это было до того, как я узнала, какая ты злая! — Не беспокойся, — сказала Хаммейдж, обнимая меня передней ногой и улыбаясь. Ее глаза блеснули, когда она взглянула на Вельвет. — В прошлый раз я узнала, что ты способна на мультиоргазм, а сегодня вечером собираюсь выяснить, сколько же ты сможешь получить их, прежде чем потерять сознание. Она покусывала одно из моих ушек, и потом собираюсь проверить, смогу ли я тебя разбудить еще одним, так что кое-какой бандаж может и пригодиться. Я почувствовала, как тону в жаре и смущении, и одновременно хотела позволить ей связать себя и делать со мной все, чего бы она не захотела, и далеко-далеко убежать и спрятаться под каким-нибудь камнем навсегда. Я пока чинулась, почувствовав слабость и чуть не упала. Хаммейдж деликатно переместила меня к двери на крыше. — Вау! — сказал Ксенит. Стоя с другими, пока мы уходили, ее экзотический голос тронула нотка меланхолии. — При всех ваших подразниваниях я начинаю жалеть малышку. Сейчас же чувствую лишь зависть. — Ага, — согласилась в Льве Тремиде, звуча ошеломленно. — Я тоже. И, повернувшись к Каламити, — не в обиду. — Обиду? — Ха! Да я даже завидую! Хаммейдж усмехнулась. Потом повернулась к остальным. — Вы идете? Я встала сначала, подумав, что она приглашает их наблюдать. Это... Я не могла! Нет! Но у Хаммейдж были менее жестокие планы. Я организовала, чтобы все остальные остановились в том же номере, что и в прошлый раз. Обо всем позаботилась. Вельвет, Ремиди и Каламити покинули нас. Вельвет что-то говорила насчет перетаскивания бедного Пегаса за хвост в направлении ближайшего спа-центра. Хаммейдж, Ксенит и я остались одни в комнате с огромной оликорным фонтаном. Как бы ни была истощена физически, эмоционально выпотрошена и болезненно возбуждена, я не могла обращать внимание на свои потребности, пока не разобралась с потребностями других. Сначала надо было привести Ксенит на станцию электронного радиовещания. Глаза Ксенит стали еще шире, когда она увидела стены мониторов с изображением с видеокамер. Многие по-прежнему мерцали или показывали искаженные картинки, но на этот раз работали все. «Это удивительно!» — выдохнула зебра. «Что это за место?» — Хаммейдж рассказала ей, а также добавила. «Изображения, которые ты видишь, идут от башен вроде той, что в Филидельфии. Еще три дня назад от филидельфийской башни не было сигнала. Красный глаз использует ту башню для чего-то, и это блокировало сигнал. Но благодаря Литл Пип у Диджея Пон 3 теперь есть глаза даже в самом центре территории работорговцев». Хаммейдж улыбнулась Ксенит благожелательной и обнадеживающей улыбкой. «Мы наконец-то можем начать делать там что-то действительно хорошее!» Зебра кивнула. В течение следующего часа Хаммейдж инструктировала ее, как контролировать камеры и просматривать архивы. Ксенит разбиралась в этом с трудом. Между тем я в основном просто смотрела. «В доме Хаммейдж я наконец-то почувствовал себя в безопасности. Я уже больше ни о чем не тревожилась, не мчалась куда-то, не сражалась, и потому мое тело все время норовило уснуть. Тем не менее мне удалось получить от них обеих обещание, что те испекут маффины. Дидзиду скоро получит самую большую и самую лучшую доставку маффинов в истории эквестрийской пустоши. И, наконец-то, мы с Хаммейдж остались в холле одни, стоя рядом с фонтаном. «И что я с тобой буду делать, моя героиня пустоши?» Промурлыкала Хаммейдж. «Сначала я имею в виду». «Хаммейдж», — неохотно сказала я, — «нам надо поговорить». «О, звучит серьезно?» Я кивнула. Затем Сев начала рассказывать. И сначала с правдой о Стилхузе и шефе Гримстаре, обильно извиняясь за то, что не рассказала об этом раньше. Выражение мордочки Хаммейдж было возмущенным, но прощающим. Наконец я сказала ей о красном глазе и мега-заклинании. «Нам надо эвакуировать башню. Быстро и скрытно». «Мы не можем покинуть башню Тенпони», — сказала Хаммейдж, помотав головой. «Я знаю, что вы в окружении, но, возможно, на небесном бандите или по туннелям», — предлагала я взволнованно. «Это просто не может быть невозможным». Хаммейдж еще раз покачала головой. «Нет. Может быть, кое-кто из населения, но я все равно останусь здесь. Мы не можем позволить красному глазу захватить это место. Знаю, Гиджей Понтри важен, но он не так важен, как твоя жизнь». «Конечно же, она это не могла понять, но я видела сады Эквестрии, я знала». «Тогда ты серьезно недооцениваешь необходимость голоса правды и надежды в этом разрушенном мире», — сказал мне Хаммейдж. «Гиджей Понтри дает пони по всей Эквестрийской пустоши предупреждений и советы, которые нужны им, чтобы выжить. Но более того, он дает им утешение и надежду, внушающие им, что выживание того стоит». Я отвернулась и кивнула, чувствуя стыд, она была права. «И хоть я и могла бы сказать, что Диджей Понтри является самым важным из всего, что мы должны сохранить и защищать здесь, но он не единственное сокровище в этой башне». Я с удивлением посмотрел на нее. «Это что-то новое». Хаммейдж нежно провела копытом по моим волосам, ее собственная синяя грива упала ей на глаза. «Литл пеплювов моя», — сказала она, «эти слова послали по мне волну трепета, разжигая желания и мечты». Башня Тенпони была видным центром Министерства тайных наук. «Это не отель или торговый центр. Здесь хранятся тайны». «Тайны?» — переспросила я. «Та дофига любопытная пони в голове оживилась прядную только мысль об этом». «Какие тайны?» Я могла бы сказать в этот момент, что Хаммейдж обдумывает, следует ли мне рассказывать или нет, но только лишь мгновение. «Литл пеплюв, ты когда-нибудь задумывалась, почему я, помощница Диджея Понтри, могу оставаться здесь, когда практически вся башня его просто презирает?» Я была вынуждена признать, этот вопрос ни разу не забредал ко мне в голову. «В башне Тенпони существует тайное общество. Они — это те, кто, осмелюсь сказать, действительно стоят во главе». Она отступила и огляделась. «В этом здании есть места, изолированные от широкой общественности. Места, содержащие секреты министерства. Все виды магических исследований и разработок». Она посмотрела на меня, сбрасывая волосы с глаз. «Помни, что гадское заклинание щита у оликорнов. Оно было разработано здесь». Я взглянула на потемневшую от возраста бронзовую статую оликорна. «Ты не видела, сколь сильным оно может быть, если направить в него достаточно мощности?» — сказал мне Хаммейдж. «Единственная причина, почему щиты оликорнов могут быть пробиты при определенной огневой мощи, это только потому, что оликорны не могут врубить их на полную силу». «На самом деле», — сказала я, вспомнив, «перекачанную радиацией оликорна из Ферлифийского кратера, лечащую через здание со щитом, крошащим стены. Я думаю, все-таки видела». Хаммейдж велела мне рассказать ей об этом. Как только я закончила, она кивнула, будучи явно потрясенной. «Думаю, ты права», — признала она. Затем продолжила. «Где-то за несколько недель до конца в одном из центров Министерства тайных наук расшифровали своего рода подзаклинания, которые решили использовать для улучшения щита. Не сделать его более мощным, но сделать так, чтобы определенные пони могли пройти сквозь щит, как будто его и не было. Они приступили к созданию магических генераторов щита, размещая их внутри помещений или участков зданий, которые хотели защитить». Сказав это, Хаммейдж скачала на крае фонтана и ритмично постучала правой передней ногой по статую Аликорна. Я ахнула, когда рок-статую засветился, и светящийся ореол магического щита охватил стены. «Сэр и библиотека имени Твайлетт являются одной из запечатанных областей башни Тенпони», сказал он с улыбкой. «Для населения ниже, Диджей Понтри всегда был странным отшельником, живущим в той части башни, куда никто не может добраться, и имевшим дела с внешним миром только через посредников. Моя челюсть отвисла. Включив щит, отключить его можно только изнутри. И только те пони могли пройти внутрь, что были назначенными с помощью подзаклинания». «Заклинание обхода», — сказала я, медленно засовывая отвисшую чересть обратно. Хаммейдж вопросительно взглянул на меня. «Подзаклинание. Оно называлось обход. Твайлайт Спаркл переизобрела его по заклинаниям зебр». «Как и Стелсбак», — подумала я. «Магические щиты, позволяющие определенным материалам проходить сквозь них. Проклятие. Мне все-таки придется убить богиню для красного глаза. Это был не только единственный способ защитить Хаммейдж и других пони башней, это и единственный способ держать его подальше от изучения этого места». Я спросила. «Мы можем переместить всех пони под защиту этого щита?» «Ненадолго», — ответила Хаммейдж. «И не думаю, что это хорошая идея. Если взорвется жарбомба, она разрушит основание башни и все, что не защищено. И никакие щиты не спасут нас от падения». Она с хмурым видом признала. «Ни один из щитов, предназначенных для защиты всего здания, больше не работает». «Я знаю», — сказала я и поведала, как неправильный поворот в подвале привел меня к комнате, полный генераторов. Я не упомянула о пони из обслуживающего персонала, умершей от осколков, когда мегазаклинание перегрузило генераторы, и те взорвались. Меня осенила еще одна страшная догадка. «Красный глаз ищет способ обмануть обход», — предупредила я Хаммейдж. «Если эти щиты использовались для защиты наиболее важных исследований, как минимум одного из министерств, то зачем он мог охотиться? Было ли это что-то здесь?» «Успехов он в этом деле пока не добился, но его пони работают над этим день и ночь». Хаммейдж поморщилась. «Плохо», — она спрыгнулась с фонтана. «Спасибо за предупреждение, Литл Пипп». Она приблизилась ко мне. «Проблема в том, что уже есть способ обмануть обход». «Так ведь оно называется?» Я кивнула. «Обход работает, используя в качестве ключа гены конкретных пони. И он не столь точен, как Министерство тайных наук думало. Он пропускает близких членов семьи допущенных пони или даже их потомков. Вот так я и попадаю сюда, даже когда щиты подняты». Хаммейдж взглянула на Ликорна, затем на меня. «Щиты в башне Тенпони были установлены, чтобы позволить проходить только Твайлайт Спаркл и еще трем наиболее высокопоставленным единорогом Мейнхэттенского центра МТН. «Оказывается, я прямой потомок одного из той троицы», — призналась она мне. «Так же, как и Тепони, которые действительно управляют башней. Вот почему они хотят, чтобы я была здесь». И осторожно добавила. «Ну, пока я не шибко их напрягаю». «Ого! Ух ты! Должна признать, я тебя очень расхвалила остальным. И, кажется, мне, наконец, удалось всех уговорить. Еще немного, и я смогу передать некоторые особые ресурсы этой башни в твои копыта». Хаммейдж сладко улыбнулась. «А теперь позволь мне провести для тебя расширенную экскурсию». Заклинания щита были только началом. «Хаммейдж провела меня через один скрытый коридор в экранированную комнату, отключив для меня щит и тут же восстановив ее за моей спиной. Мы вошли в большую, многоугольную ритуальную комнату ярко-белого цвета. Пол покрывала замысловатая мозаика, выложенная из белой же плитки в таинственные и изысканные узоры. А также в комнате была вертикальная зеркальная колонна, смотрящая прямо на тьму облаков над нашими головами. «Что это?» «Это?» — Хаммейдж показала вокруг. «Мега-заклинательная камера!» Я пошатнулась. «Подожди, тут можно колдовать мега-заклинания?» Хаммейдж хихикнула. «Да и нет. Здесь можно колдовать только один вид мега-заклинания. Если у тебя есть достаточно единорогов, которые его знают. По-видимому, каждая камера мега-заклинаний спроектирована под один и единственный тип заклинаний». Я кивнула, у меня во рту внезапно пересохло. «Сколько камер мега-заклинаний есть в башне Тенпони?» «Только одна», — грустно созналась Хаммейдж. «И она бесполезна». «Бесполезна». Хаммейдж прошла в один из тридцати двух углов камеры и пролевитировала к себе магнитофон. Я нашла его в одной из звукозаписывающих студий. Судя по всему, редактированию запись не подвергалась. Хаммейдж включила запись, и из устройства полилась умиротворяющая музыка, наигрываемая на арфе, издающая глубокий звук. Я прикрыла глаза и сама не заметила, как начала покачиваться в такт музыки. Она была загадочной, не похожей ни на что из того, что я слышала ранее. Раз в год, во время позднего ночного вещания, я пытаюсь протолкнуть эту музыку в эфир. Я ее обожаю, да вот только она совершенно не в стиле диджея Пон-3. Я кивнулась, нетерпением ожидая момента, когда Хаммейдж наконец заткнется, чтобы понаслаждаться музыкой. Она буквально общалась со мной, затрагивая печали прошлой недели, но не взывая при этом боли. Музыка закончилась, дрожащие волны звука неспешно уносились прочь. Я услышал голос, как если бы кто-то говорил через интерком студии звукозаписи. Это было прекрасно, Лира. Теперь давайте попробуем. Но спор на заднем плане, начавшийся еле слышно, быстро приближался. Из камеры звукозаписи раздался голос, который, я думаю, принадлежал Лире. Что происходит? Угу, если что, вы это от меня не слышали, но Твайлет Спаркл уже три дня как не спит, стараясь подготовиться к инспекции принцессы и уже весь день на пике стервозности. Полагаю, лучше ей не попадаться. Но не беспокойтесь, не думаю, что она зайдет сюда. Спорящие голоса вне студии стали достаточно громкими и близкими, чтобы можно было разобрать слова. — Ну, просто замечательно, Твайлет. Сейчас она рыдает в туалете? — Ну, мне очень жаль. Но эти результаты просто недопустимы. Я не могу пойти к принцессе и просто сказать ей, что мы назвали ее именем мегазаклинание, которое... которое бесполезно. Пони в студии звукозаписи не издавали ни звука. Спор был прямо за дверью. Твайлет Спаркл и мужской голос, звучавший смутно знакомо. — Есть способ получше, чем просто взять пони и тыкая копытом сказать ей, — Посмотри, вот тысячи тел пони, которые мертвы, потому что ты облажалась со своим мегазаклинанием. Теперь объясни это им. И чего вообще хорошего можно было этим добиться? — Разве ты не понимаешь, Спайк, у зебр есть ракеты с боеголовками мегазаклинаниями сотни. И если они их запустят, то эти ракеты достигнут эквестрии за считанные минуты. И наша Селестия-1 или Селестия-прайм, или как там его назвали, не может быть применено, если... если вокруг пасмурно. Я не могу сказать принцессе, что единственное средство, что мы имеем против этих ракет в облачный день, просто не работает. А что делать, если зебры решат напасть на нас ночью? — Знаешь что, забудь об этом, Твайлайт. Я собираюсь вздремнуть, и, честно говоря, тебе бы тоже не мешало. — Ты всегда хочешь вздремнуть. У нас еще много работы. — Какая разница? Разбуди меня, когда Твайлайт, которую я знаю и люблю, решит тебя навестить. А до тех пор я даже говорить с тобой не хочу. — М-м-м, здорово! — Здесь, — сказала Хамед, шмахнув копытом в направлении полуразрушенного сельскохозяйственного отсека, — мы обнаружили, что Министерство тайных наук разработало и довело до совершенства заклинания, очищающие воду, убирающие радиацию, даже удаляющие порчу. Я была поражена. Если бы только тот обезумевший доктор Гуль знал, то ради чего он стольких убил? — К сожалению, — сообщил мне Хамедж, — заклинания работают только на очень небольших масштабах. С большим усилием мы могли бы очистить одно дерево, плоды которого стали бы спелыми и сочными, идеально подходящими для употребления, но никак не смогли бы предотвратить просачивание отравы обратно из почвы. Нужна целая армия единорогов, чтобы очистить достаточно земли для выращивания сада, без беспокойства о том, что земля станет непригодной для сбора урожая. Но эти заклинания вполне подходят для прекрасных растений в горшочках. — Но если бы ты могла сотворить эти заклинания везде, все сразу, очистить все! — Я поняла, что я видела. Это были компоненты садов Эквестри. Я бы сказала, что ты просто бредишь. Но я говорю с моей Литтл Пип, я знаю лучше. Настало время рассказать ей. Когда я закончила, Хамедж осела на пол. — Я? Она посмотрела на меня, как будто умоляя отказаться от истины. — Спасение всей Эквестри на мне? — Я кивнула. — Ты, Гидзиду, еще четверо пони. Мы пока не знаем, кто они. — Это заклинание, оно может все исправить? — Большую часть, — снова кивнула я. — Но есть вещи, которые необходимо сделать в первую очередь. Не я спасительница пустоши, Хамедж. Это ты. Ты и остальные пятеро. Я подарил ей сладостно горькую улыбку. Я лишь расчищаю путь. Хамедж долго на меня таращилась. Потом встала. — Мне нужно выпить. Конец второй части.